добрый день вы на канале хобби мк и сегодня по многочисленным просьбам я вам расскажу как я делаю живые глазки начнем с того что я заказала на алиэкспресс стеклянные кабошоны они выглядят вот так они бывают не только круглой но и овальной формы я заказала себе в круглых форм разных диаметров ссылку на магазин где я покупала кабошоны я дам в описании к этому видео еще мне понадобится распечатка радужки глазок эти наборчики радужек я делала сама просто в интернете искала радужка глазок или глаза для кукол и качала интересующие меня картинки дальше я вставляла в документ word потому что там есть линеечка и удобно подбирать по размеру видите я себе распечатала на разных листиках глаза разных размеров под разные кабошоны так теперь мои первые попытки делать глазки я делала моментом кристалл просто капала немножко клея на распечатку радужки и прикладывала стеклянный кабошон но дело в том что из-за клея краски с несколько выцветают и черный зрачок становится серым от этого глазки кажутся больными не очень яркими кстати распечатку я делала на фотобумаге я пробовала делать распечатку на обычной бумаге результат сразу становится значительно хуже я чаще всего пользуюсь глазками диаметром 8 и 10 миллиметров и сейчас я как раз делаю несколько глазиков диаметром 10 миллиметров сначала я буду рисовать зрачок вот для этих глазок рептилий зрачок рисовать не нужно поэтому я вам сейчас сразу покажу как я это делаю я беру клей момент кристалл наношу на картинку клея нужно сразу положить несколько больше чем понадобится чтобы не образовывались пузырьки я накладываю стеклянный кабошон и придавливаю его излишки клея выходят за границу глаза я очень внимательно слежу чтобы не было никаких пузырьков вот что у меня получилось дальше я этот глазик не трогаю пока клей полностью не высохнет капелька клея на второй глаз и откладываем до полного высыхания для того чтобы прорисовать зрачок я пользуюсь крышечкой здесь у меня налеплен пластилин я вот таким образом фиксирую стеклянные кабошоны иначе они шатаются а я аховый рисовальщик художник из меня никакой рисовать мне всегда очень сложно вот я зафиксировала на пластилине 12 стеклянных кабошонов дальше я беру акриловые краски я пробовала рисовать черным лаком для ногтей но черный лак для ногтей растворяется от клея гораздо сильнее и если нужно слегка отрегулировать положение радужки то зрачок начинает размазываться и глаз становится грязным я на палитру выдавила немного черной акриловой краски ее не должно быть слишком мало смотрите я беру палочку нужного мне диаметра для маленьких глазок я могу использовать просто зубочистку эта палочка для суши смачиваю ее акриловой краской и одним движением стараюсь попасть ровно по центру стеклянного кабошона снова смачиваю и еще раз обратите внимание я кружочки не рисую потому что нарисовать их ровно у меня вообще никогда не получается если зрачок будет нарисован криво ничего страшного его можно легко скорябать палочкой у меня несколько раз получались неудачные глазки я их бросала в воду ждала некоторое время когда размокнет приклеенная бумага и легко все снималось можно было экспериментировать еще раз вот так я нарисовала зрачки и оставляем до полного высыхания прошло минут десять клей уже полностью высох я беру острые маникюрные ножнички и вырезаю готовые глазки экспериментировать с видами радужек можно бесконечно бывает что игрушки подходят самые неожиданные цвета глазок не всегда подготовлено много в разных цветовых вариациях с разной прорисовкой я их прикладываю и понимаю какая больше подойдет конкретной игрушки или конкретному виду при вот какие у меня получились глазки для рептилий как видите тут нет ни пузырьков никаких бы то ни было дефектов их также буду клеить на момент кристалл можно пока отложить сторонку теперь смотрим вот сюда я снимаю с пластилина подготовлены кавашины аккуратненько вытираю их не совсем удачный зрачок видите он находится чуть чуть в сторону но возможно это можно будет обыграть в игрушке я пока откладываю в сторонку все прорисованные зрачки немного отличаются размером поэтому первое что я делаю это разбираю кабошончики по парам если что-то прорисовано криво я сразу убираю в отбраковку и потом чищу кабошончик и пробую рисовать еще раз так получается гораздо дешевле чем покупать готовые глазки причем с алиэкспресса глазки часто приходят с браком и даже мой не очень профессиональный подход все равно позволяет сделать глазки гораздо аккуратнее красивее чем они приходят уже в готовом виде среди покупных кабошонов иногда бывают сколы их сразу выбрасываю потому что цена у них получается очень смешная выкинуть их не жалко в этот раз получилось сформировать все пары ура так теперь смотрим у меня есть один кабошончик который я прикладываю и намечаю какие радужки я буду делать следующими вот эти радужки у меня очень популярны они очень красиво смотрятся на игрушках этот рисуночек маловат вот этот карри очень красивый и вот этот голубой изумительный для собачек хаски я его использовала значит я беру вот эти три и сейчас будем аккуратно наносить наносим капельку клея сейчас приближе чтобы вам было виднее все что мне мешает так наношу на картинку капельку клея и прикладываю подготовленный глазик слежу чтобы вышли все пузырьки так следующий видите немножко ровняю положение здесь очень неудачно лег клей он изначально уже набран пузырьками попробуем это исправить посмотрим куда денутся пузырьки удачно пузырьки убежали не всегда бывает так иногда пузырьки остаются в этих случаях глазик уходит в отбраковку можно варьировать размер зрачка но мне кажется что сильно маленький тоненький зрачок не очень красиво я предпочитаю делать зрачок чуть чуть крупнее при наложении стекла с выпуклой поверхностью радужки смотрятся намного интереснее снова ждем минут десять пока полностью высохнет клей прошло 10 минут я начинаю вырезать глазки вот такие глазки у меня получились если вам понравился этот мастер-класс не забудьте поставить лайк и проверить оформлены ли у вас подписка на мой канал всем большое спасибо за внимание до новых встреч